Свет за вашим окном только что стал ярче. Сейчас полдесятого вечера, а у вас завтра важный экзамен. Вы выглядываете на улицу, чтобы посмотреть, не включили ли соседи прожекторы, но они тоже смотрят в небо. Вы задираете голову и замечаете, что луна стала намного больше, в два раза. Вы выбегаете на улицу и спрашиваете, что происходит. Но никто ничего не понимает. Вы делаете снимок и публикуете его в соцсетях. Вы просматриваете свою ленту и видите, что все говорят об этом. Ночное небо стало ярче, потому что у луны стало больше площади для отражения солнечного света. При ходьбе вы чувствуете небольшой дисбаланс. Каждый раз, когда вы делаете шаг, кажется, что идти теперь легче. Поскольку луна стала такой большой, ее гравитационное притяжение увеличилось, а сила тяжести стала слабее. Вдруг вы ощущаете, что ваши носки промокли. Вы бежите, запрыгиваете на крышу машины и видите, что вода заливает район. Все пытаются найти возвышенность или бегут к своим домам. Это не пожарный гидрант лопнул и извергает воду. Это океанская вода просачивается в горы. Вы теряете равновесие, поскальзываетесь и падаете в воду, уровень которой все растет. Некоторые люди находятся в своих машинах, но не могут никуда уехать из-за воды. Вы живете рядом с океаном, но за всю вашу жизнь не было ни цунами, ни сообщения о наводнениях. В районе нет землетрясений, но происходит что-то странное. Вы бежите к своему дому, пытаясь понять, получится ли достать старый надувной рафт, который поможет вам справиться с наводнением. Проблема в том, что его нужно надуть, а у вас нет насоса. Вы пытаетесь надуть его ртом и понимаете, что на это уйдет целая вечность. Вы ищете альтернативу и находите фен. Вы включаете его в розетку и более-менее надуваете рафт. В конце вам приходится снова в него дуть. Уровень воды повышается с каждой секундой. В вашем доме уже мокро. Вы кладете в рюкзак мощный фонарь, немного еды и термоодеяло. Вы спускаетесь на первый этаж и видите, что воды уже по колено. Вы пробираетесь к двери. Когда вы выходите наружу, вода толкает вас из стороны в сторону, так как волны очень сильные. Поскольку гравитация изменилась, плыть стало сложнее. Вы готовите рафт и используете его, чтобы плыть по течению вдоль своей улицы. Вода ледяная, ведь на дворе середина февраля. Через некоторое время вы добираетесь до шоссе, куда вода поступает прямо с побережья. Вам удается выбраться на возвышенность и достать телефон. Вы держали его в непромокаемом отсеке рюкзака. У вас осталось всего 15% заряда, но вы взяли с собой пауэрбан. Вы звоните родным, чтобы узнать, что происходит, но у них тоже нет информации. Вы отправляетесь в лес и пытаетесь найти домик, где вы в детстве проводили лето, чтобы узнать, не остался ли там ваш старый велосипед. Через несколько минут вы находите его. Вы въезжаете на велосипеде на гору. Вам трудно удерживать равновесие из-за изменения силы тяжести. Некоторые ученые уткнулись в экраны и изучают электронные таблицы, пытаясь понять, что происходит. Все периодически выкрикивают случайные решения, но, похоже, они не имеют смысла. Через некоторое время глава НАСА решает запустить на Луну беспилотную ракету. Она будет готова через несколько часов, и все ждут приказа. Три, два, один. Старт! Ракета взмывает воздух и приближается к Луне. Она выходит из атмосферы Земли и на полной скорости летит в нужном направлении. Через день или два все получают кадры гигантской Луны. Расчеты показывают, что ракете еще предстоит преодолеть финальную часть пути. Однако на кадрах видно, что вокруг нее плавают крошечные частицы, как в кольцах Сатурна. Эти кольца выглядят как гигантский диск, окружающий большую планету. Но вблизи это всего лишь частицы размером от рисовых зерен до автобуса. Они вращаются вокруг Сатурна из-за гравитационного притяжения. На снимках видно, что частицы вокруг Луны большие и маленькие. Ракете нельзя продолжать путь. Она зависает на орбите Луны и выпускает мини-ракету, похожую на дрон, которая сможет продвинуться дальше. Частицы растянулись на километры, что затрудняет маневрирование мини-ракеты. Она подлетает ближе, и частицы начинают врезаться в нее. Хорошо, что мини-ракета достаточно прочная. Ракета, наконец, преодолевает слой частиц и приземляется на Луну. Гравитация стала сильнее с тех пор, как спутник увеличился в размерах, и ракета чуть не разбилась. Сразу после посадки она выпускает на поверхность робота, который принимается ездить по Луне в поисках подсказок. Сначала ничего не происходит. Но вдруг аппарат фиксирует дрожь, исходящую из глубин Луны. Ядро спутника реагирует ненормально. Похоже, что оно становится все больше и больше. Ученые не знают, остановится ли его рост в определенный момент, поэтому единственный способ узнать это — пробурить глубокую дыру, чтобы попытаться понять причину. Вы крутите педали и достигаете другой стороны горы. Земля трясется, держать равновесие все сложнее. Вы видите, что вся другая часть города затоплена. Вы берете свой рафт, припасы и снова отправляетесь в плавание. Вы находите лодку и гребете изо всех сил, чтобы добраться до маяка. Оттуда вы сможете попытаться найти станцию НАСА. Вдруг вы видите, как с земли в небо взмывает большая ракета. Ваш брат работает в НАСА, но вы не можете до него дозвониться, сотовая связь не работает. Вы продолжаете грести. Маленькая ракета выпускает небольшой бур, достаточно сильный, чтобы пробурить многокилометровую шахту. Потребуется несколько дней, чтобы он завершил работу. НАСА запускает еще одну ракету, которая должна привести бур побольше. Проблема в том, что Луна продолжает расти, поэтому и частиц вокруг нее собралась уже целая туча. Луна достигает размеров земли, становясь больше с каждой минутой. Наводнение угрожает городам, и многие острова могут быть затоплены, поэтому его необходимо остановить. Гравитация может повлиять на структуру большинства зданий и разрушить их одно за другим, но маленький робот не позволит этому случиться. Он бурит, чтобы выяснить, что происходит с Луной. По мере бурения он обнаруживает, что некоторые камни горячее других. Это признак того, что расширение Луны может в конечном итоге привести к взрыву. Ученые озадачены и не знают, что делать. Ведущий ученый, он же ваш брат, звонит вам, но не может дозвониться. Тем временем у вас не остается сил грести. Вы возвращаетесь в горы, чтобы отдохнуть на суше. Приблизившись к своему старому домику, вы видите подозрительных людей в плащах. Они явно ищут вас. Незнакомцы выглядят странно, как будто они не с земли. Бур достиг максимальной глубины и больше не может продолжать. Кроме того, связь с аппаратом слабеет. Вдруг из ниоткуда появляется что-то большое и освещает робота. Связь прерывается. На землю поступают обрывочные кадры с гигантской структурой, наблюдающей за роботом. Из нее спускается маленькое существо и идет к роботу. Все в НАСА сходят с ума и следят за каждым кадром. В происходящее невозможно поверить. Через некоторое время существо передает сигнал, который НАСА не может расшифровать. Но существо кажется дружелюбным. Оно садится обратно в свой корабль и в одно мгновение исчезает, телепортируясь прочь. Луна начинает уменьшаться, возвращаясь к своему нормальному размеру. НАСА и весь мир охватывает ликование. Воды становятся спокойнее и отступают к побережью. Хорошо, что все смогли добраться до холмов и переждать наводнения.